Что нужно артисту, чтобы спектакль получился? Все или ничего? Как музыка и пластика работают на создание образа и атмосферы? И чем хороши эксперименты? Здравствуйте! Вы смотрите программу «Город С». С вами Марьяна Мирная и ответы на эти вопросы знает мой сегодняшний гость. Актер театра драмы имени Горького Денис Евневич. Привет! Привет, Марьяна! Готовишь ты, раскроем завесу тайны, готовишь ты... Вы первые, кто расскажет об этом проекте. Это прекрасно, но расскажешь ты, потому что даже мне ты, по сути, ничего не рассказал об этом эксперименте, который ты сейчас проводишь. Это индивидуальный проект твой личный. Рассказывай, как называется и что про что? Называется спектакль называется «Новиченто». Это история, невероятная история о человеке, родившемся на корабле, прожившем там всю жизнь. Ни разу за все это время он не сошел на берег. Жизнь прошлой на корабле. Я просто боюсь наговорить лишнего, чтобы все-таки сохранить какую-то интригу для зрителя, потому что история действительно потрясающая. Кто написал? Кто автор? Или это... Александр Барикко. А кто? Барикко. Александр Барикко. Это пьеса или это произведение? Это монолог. Это монолог. Более искушенный зритель может быть вспомнит такой фильм «Легенда о пианисте» с Тимом Родом. У нас вот так получилось, что я нашел пьесу сначала, а режиссер, с которым мы сейчас делаем, Александр Сергеевич Кузин, он сначала посмотрел фильм. Я не подозревал о существовании фильма, он не подозревал о существовании пьесы. И фильм я посмотрел уже немножко позже в процессе работы, просто для себя, чтобы какие-то вещи еще понять и проверить. Ну, я предлагаю, чтобы зритель тоже понимал, о чем мы говорим. У нас есть несколько фрагментов любительского видео, которое вы делаете во время репетиции сейчас. И чтобы нам было понятно, о чем мы разговариваем. Один из фрагментов давайте сейчас посмотрим и вернемся к обсуждению. Его нашел матрос, которого звали Дэнни Гудман. Он нашел его однажды утром, когда все уже спустились на берег в гостыне. Обнаружил лежащий в картонной коробке. Мальчику было где 10, не больше. Он даже не плакал. Лежал тихонечко в этой коробке и с открытыми глазами. Его оставили в танцевальном зале первого класса на рояле, хотя он не был похож на младенца из первого, класса. Такие вещи обычно делали эмигранты. Рожали тайком где-нибудь на палубе и оставляли детей так. Не со зла. Все она это нищета. Черная безнадежная нищета. Это как история с одежды. Они поднимались на корабль в лохмоки, как еле прикрывающих задницу. В каждом совершенно изношенном костюме, единственном, который у них имелся, тем не менее позднее, поскольку Америка всегда была Америкой, ты видел, как они в конце путешествия спускаются по трапу все прилично одетые. Мужчины даже при галстаке. Дети в белых рубашечках. В общем, они только и делали здесь эти 20 дней путешествия, что шили и краили. И в итоге на корабле уже невозможно было отыскать ни одной занавески, ни одной простыни, ничего. Они становились приличной одеждой для Америки, для всей семьи. И попробуем что-нибудь скажи. В общем, время от времени они избавлялись от детей, которые были для эмигрантов лишними в том, кучей хлопот в отделе эмиграции. Они оставляли их на корабле в обмен на занавески и простые в каком-то смысле. Наверное, и так было и с этим ребенком. Должно быть они рассуждали следующим образом. Если мы оставим ребенка в танцевальном зале первого класса на рояле, может быть, его возьмет какой-нибудь богаче, обеспечит ему счастливую жизнь. Это был неплохой план. Правда, сработал по-другому. Он не стал богатым. Он стал реанимистом. Лучшим. Клянусь лучшим из всех. Ну, это моноспектакль, правильно я понимаю? То есть, тебе есть люди, которые тебе помогают, они их чуть позже, но из актеров ты один, правильно? С чего вот такая идея, в принципе, у тебя возникла? Потому что востребованность у тебя в театре высока, да, мягко выражаясь. Ты без работы не сидишь. Тем не менее, ты идешь на такие экспериментальные работы, на творческие индивидуальные проекты. Зачем? Какие цели мы преследуем? Ну, во-первых, да, мне многие говорят, тебе-то куда, тебе все мало, ну куда-то успокойся, отдохни, не могу я отдыхать. Идея возникла у меня два года назад. Каким-то образом я пришел к тому, что я понял, что я созрел для вот такой самостоятельной работы, потому что спектакль, ты прекрасно знаешь, это живой организм, и не всегда все зависит только от тебя и твоего настроя. Это такого, своего рода проверка до себя, потому что здесь уже некому предъявлять претензии, кроме себя. Я понял, что я созрел. Два года назад, в 13-м году, я был в Москве все лето, у меня были кинопробы, значит, на крупный проект, и между пробами было много свободного времени, Москву я уже знаю всю и обходил, обгулял давным-давно, да. Поэтому это зернышко, оно где-то в голове у меня прорастало потихонечку, я начал искать материал. Потому что здесь очень важно, чтобы вот, чтобы тебя это где-то внутри очень сильно цепляло, иначе... Попасть должно. Да, да. Я перечитал уйму материала просто, такой чуши начитался, который пишут современные драматурги на самом деле. У меня злость уже просто какая-то, потому что я ночами читал, и я говорю, ну как вы пишете такую ерунду. И совершенно случайно наткнулся на этот монолог, который поразил меня. Я думаю, может, как-то это вот на контрасте так сработало. Я перечитал его второй раз, третий раз, понял, что этот материал мой. И вот два года я вынашивал этот проект, и, в принципе, в моих планах было выпустить его год назад, когда Вячеслав Алексеевич Гвоздков предложил мне, значит, эту идею с моим бенефисом, который прошел в прошлый год. Естественно, первое, что я сделал, покрутил пальцем у виска, сказав, что вы с ума сошли, как его в 30 лет бенефис, у меня коллеги съедят. Потом я понял, что я смогу таким образом как раз вот выпустить свой моноспектакль. Но это не случилось, потому что я искал режиссера, я понимал, что это не та работа, где ты можешь самостоятельно все сделать. Сам себе отрежиссер, конечно. Поэтому я искал режиссера, и случайно встретив на крыльце театра одного из моих самых любимых режиссеров, с которым я уже, мне посчастливилось, с которым работать, это Александр Сергеевич Кузин, я предложил ему этот материал, говорю, он не знал о существовании пьесы, он прочитал, говорит, давай мы обсудим. У него была премьера в Самарте, у меня была премьера в драме. После премьеры соберемся, обсудим. Я говорю, хорошо. После премьеры я приехал к нему в гостиницу, мы с ним долго обсуждали, после чего он сказал, единственное в чем сложность, мы не уложимся в те сроки, которые ты мне сейчас даешь, потому что я улетаю, я буду через год у вас ставить, я готов с тобой репетировать ночами, если ты на это будешь тоже готов. Я говорю, Александр Сергеевич, вас я готов ждать хоть пять лет еще. Но если вы согласны, я буду делать это только с вами. Слушай, ну вот такая получилась добрая история, да, то есть режиссер, который у нас уже ставил неоднократно, Кузин, он тебя хорошо знает, и у него же тоже какой-то должен быть интерес, да, в этом. То есть понятно, когда режиссер ставит какую-то махину, да, или то, что какие-то, может, там, премии потом иметь или что-то, чтобы свое имя тоже, свою репутацию имя как-то поднимать. Здесь что, дальше какие-то конкурсы или что-то ты планируешь? Ты знаешь, Марьяна, это удивительная история какая-то просто, в которую я до сих пор не могу до конца поверить и осознать вот все происходящее при подготовке этого спектакля, потому что Александр Сергеевич согласился. Так как этот проект мой, да, и мы работаем в условиях, оторванных далеко от условий, в которых работают артисты театра драмы, да, где есть помещение репетиционное, есть время репетиционное, есть службы. Мы начали репетировать дома, сейчас репетируем там, где придется, какие-то находим помещения, потому что проект к театру по большому счету отношений никого не имеющий, хотя ребята там помогают советами какими-то. И дальше вот на эту ось, на этот шампур начали нанизываться какие-то сумасшедшие куски невероятного мяса, понимаешь, потому что меня поражает. Александр Сергеевич согласившийся, я говорю, Александр Сергеевич, каким образом? Он говорит, Денис, это мой подарок тебе, к твоему, значит, юбилею, это мой тебе подарок. Ну, хорош, подарок такой. Подарок потрясающий. Дальше музыка, значит, которая очень немаловажная вещь там в спектакле, так как история музыкальная, и на сцене будет живой джаз-бенд. Ну, посмотрим, у нас есть фрагменты, чем вы уже. Да, потрясающих ребят из филармонии, не всех, не со всеми я был знаком, мы познакомились, потрясающие ребята, у нас сложилась суперская команда, Вася Танковидов, который подобрал, значит, аранжировал музыку и сделал это просто гениально. И ребята, которые это играют, Паша Самохвалов, и всем ребятам, которым я задавал вопрос, да, я же понимаю, что творчеством одним сыт не будешь, и, ребят, на каких условиях мы будем с вами сотрудничать. На что я, что меня поражало, всегда получал один и тот же ответ, рассказав о проекте ребятам, я говорю, Денис, давай мы сделаем, а там уже, ну, получится, тогда будем о чем-то говорить. Ну так где ты его планируешь играть? То есть есть ли договоренность какая-то, может быть, с Гвоздковым о том, что он будет сдавать площадку? Вообще, я мечтаю, конечно, чтобы этот проект шел только на сцене театра драмы, потому что я, ну, сопоставляю себя только с этим зданием и только с этим театром. Я не хочу искать другие площадки, хотя, возможно, мы будем вынуждены это сделать. Билеты до сих пор не поступили в продажу, потому что юридически еще формальности нужно оформить очень много, очень много препонов, к сожалению, в нашем государстве. Несмотря на то, что говорят о развитии малого и среднего бизнеса, юридически все это оформить, вот, это очень сложно. Поэтому я жду, надеюсь, со следующей недели появятся билеты. Сложность в том, что театр драмы мы будем брать в аренду, и, в принципе, спектакль собирать уже будем в тот день, который мы возьмем в аренду. То есть с утра вечером будет премьера, которая запланирована сейчас на 16 ноября. Мы хотели делать билеты ниже билетов театра драмы, но, к сожалению, я прошу извинения у зрителей, мы не можем это сделать не в целях наживы, а потому что очень большая стоимость аренды театра драмы. Это малая сцена? Это большая сцена. Это большая сцена. Это большая сцена. Ой-ой-ой. Да, ой-ой-ой. Такой беспрецедентный, достаточно смелый проект. И многие уже мне у виска крутят пальцем, говорят, что ты сошел с ума. Но я верю, я верю, что эта история может сложиться. И верю, ребята, друзья приходят на репетицию, и артисты, и не артисты, которые заражаются тоже этой идеей и говорят, что это может быть очень классно. Слушай, ну вообще история с моноспектаклями, она двоякая. Потому что есть варианты, когда это, допустим, Евгений Гришковец, который уже многие-многие лета работает моноспектаклями, и в принципе ему никто больше не нужен. Он сам все прекрасно делает, собирает огромные залы, и люди в восторге. Есть какие-то варианты, когда это не срастается, или это очень на маленькое количество зрителей, да, на конкретно поклонников либо этого жанра, либо вот этого артиста, который готовы, люди, да, идти на этого артиста в любом формате. Здесь, возвращаясь, да, к большому залу, то есть это будет большой зал? Это будет большой зал, и только большой зал. Почему? Есть оправдание вот этому? Потому что это нужен размах, или что? Или ты думаешь, что действительно такое большое количество зрителей потянутся к этой теме и придут? Я это так вижу. Я художник, я так вижу. Я вижу это вот именно в большом зале, именно в этом пространстве, потому что это, ну, как мне кажется, это не камерная история. Ей нужен воздух, ей нужен объем, ей нужна широта. Да. Что касается моноспектаклей, да, это очень сложный жанр, который, возможно, ну, во-первых, у нас он в Самаре не так сильно развит, и развит у нас он именно в малой форме. Это моноспектакли Олега Белова на малой сцене. У нас там был, значит, проект, тоже небольшой, вот в театре драмы очень мало. И да, действительно, на большие залы идут на больших артистов, на больших звезд, которые приезжают. И я понимаю риски и опасность в том, что я не являюсь там какой-то большой звездой, что пойдут только на имя. Я идеалист и очень сильно верю в то, что лучшей рекламой для театра является сарафанное радио. И очень верю в то, что люди, которые придут на этот спектакль, начнут рассказывать о нем, потому что мы не имеем финансовых возможностей делать рекламу колоссальную на этот проект. Единственное, что мы можем, и то, что мы делаем, это вкладываем в этот спектакль, помимо профессионализма, мастерства, огромный кусок своей души. Причем, как это делаю я, так это делает Александр Сергеевич и Вася, и говорю, мы просто все вкладываем невероятную душу в этот спектакль. Вот в подобных историях часто бывает, что артисты и все, кто принимают участие, тащат из дома что-то. То есть я видела, мы дружим в социальных сетях с тобой, да, и ты выкладывал пост о том, что необходим какой-то там агрегат старинный, там или что-то. Магнитофон, да. Нашли магнитофон в итоге? Нашли, нашли. То есть люди тоже откликаются, да, помогают? Помогают, помогают, и это тоже дорогого стоит, участвуют. Меня постоянно спрашивают, когда уже появятся билеты, опять же, там постоянные поклонники, поклонницы. Помогают. Вообще, на самом деле, знаешь, я не знаю, это немножко отвлечение от темы, в какой-то момент, год назад я понял роль в моей личной жизни, допустим, социальных сетей. Потому что, когда мы начали собирать помощь для беженцев, откликнулось такое количество народу просто, и я понял, что это не тот ресурс, где ему нужно выкладывать только фотографии и свои умные мысли. Это тот инструмент, с помощью которого в данном случае мне удалось найти реквизит для спектакля. Тогда мне удалось помочь людям. Был еще случай, когда ко мне обратились ребята из театра «Грань» Новокуйбышевска, которые были согласны сыграть, значит, для детского дома бесплатно спектакль, но не было транспорта. Я тоже транспортом не обладаю, но выложил пост в своей группе, тут же откликнулись люди, нашли автобус, организовали просто поездку детей, за бесплатно дети съездили, посмотрели спектакль и привезли их обратно. Великолепно. Да, я очень рад, что в моей группе такие потрясающие люди там. Вернемся к добрым, потрясающим людям. В спектакле принимает участие тоже небезызвестный в театре «Самар», да, и, насколько я знаю, он приписан все-таки Самохвалов. Павел. Павел, он занимается танцем, движением, пластикой, великолепнейшие совершенно штуки, умудряется с человеческим организмом делать, да, все свидетели. Что он делает с тобой? Как пластически развиваешься ты в этой истории? Потому что то, что делает Самохвалов с артистами Самарты, мы видели, и это потрясающе. Что с тобой он делает? Вот именно поэтому я пригласил Пашу Самохвалов в этот проект в надежде, что со мной он сделает что-нибудь потрясающее. Паша очень сильно помогает. Паша идет от индивидуальности артиста. Он абсолютно не кондовый хореограф, да, что вот делает так. Мы с ним правим все на ходу. Он предлагает, я пытаюсь это освоить, тут же мы что-то переделываем, доделываем, мы работаем с ним вместе, и работать с ним одно удовольствие. Он тоже, он невероятно творческий человек, и мне это безумно импонирует. Мы очень в короткий срок с ним с дружились, и я этому очень рад. Фрагмент еще один у нас есть. Как раз мне там показалось, что часть вот этой пластики можно как раз посмотреть и понаблюдать. Давайте еще посмотрим и вернемся. Рояль 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 Как ты не упал? Секрет, секрет. Тяжело держать, одновременно, как понятно, что это ваша профессия, да, вы должны делать много вещей одновременно, но тем не менее, ты тут и с текстом, да, с огромным количеством текста, и при этом боясь, что оттого глядя рухнешь, да, как это все совмещается? Это вот как раз то, что сейчас показали фрагмент, чтобы зрителей не допугать. Это только первый раз, когда мы попробовали, только начали придумывать историю, которую в итоге мы доделали. Это еще не та пластика, которую поставил Паша. Это мы только пробовали, и там видно, что когда начинаешь двигаться, тут же вылетает весь текст, потому что это надо соединить, чтобы соединилось все вместе. И на данном этапе, наверное, это самое сложное, потому что все лето весь свой отпуск я переводил, можно сказать, и переписывал пьесу, потому что переводом занимался я сам. У меня было два варианта перевода, которые мне не устраивали. И учил это. Сейчас потом мы научились соединять это с музыкой помаленечку, сейчас соединяем с пластикой. И у нас останется совсем немного времени соединить это все со светом и с видео, которое тоже является полноценными участниками спектакля. Ну вот о полноценных участниках спектакля как раз подошли. Вот все-таки что нужно артисту, чтобы спектакль получился? Есть вот в этом спектакле есть наполнение. И оно не актерское, да, как бы обговорили, что это моноспектакль, ты один. Но есть немаловажные вещи, которые присутствуют в спектакле. Ты говоришь, это будет видео, это определенный свет, да. То есть какие-то технические вещи, какие-то еще творческие моменты. Что нужно для этого конкретного спектакля? Мария Анна, никакие никогда технические вещи не прикроют артиста, тем более в моноспектакле. Естественно, самая большая нагрузка, она лежит на мне. Составляющая успеха, прежде всего, наверное, это хороший материал. И тут я уверен, что мы попадем в точку. Я, кстати, много раз задавал себе вопрос в процессе работы над текстом, чем эта история может заинтересовать зрителя, в чем современность этой пьесы, где проблемы сегодняшние. Ее нет. Ее нету. Это не про сегодня, это не про вчера, это даже не про завтра. Это какая-то история, которая, я не знаю, это невероятная история, которая могла быть-могла, не могла быть-не могла, черт его знает. Это просто какая-то волшебная, невероятная история из жизни. Что касается составляющих успеха, я тебе скажу еще, отвечу на твой вопрос. Почему я верю в успех этого проекта? Я очень самокритично отношусь к себе, и тут я делаю скидку как раз процентов, да, это вот относительно к себе. Но я уверен, что проект получится, потому что самое главное, мне удалось собрать команду невероятных профессионалов в Самаре, и так получилось, что эти люди заразились этим. Они делают это не просто, да, вот представители, ты бы видела, как горят просто глаза на репетициях у Васи Танковидова, у Александра Сергеевича. И так как мы репетируем ночами, да, в непонятных условиях, то усталость накапливается после спектакля, но когда я вижу глаза вот этих людей, которые смотрят и видят, что получается, для меня это невероятная подпись. Ну ведь такое бывало, да, когда ты был студентом, чаще всего студенты театрального репетируете ночами, и также несете из дома у кого что есть, и все равно счастье от этого какое-то есть. Наверное, поэтому откликнулись и другие люди, у которых, наверное, и без этого проекта есть где поработать. Конечно, конечно, причем люди все очень востребованные и очень занятые. Но вот этим меня и подкупает, что они находят время для того, чтобы заниматься этим. Вот смотри, есть музыканты, которые тебе помогают в этом спектакле, это, давай еще раз расскажем, это музыканты нашей Самарской филармонии, правильно? Какого-то отдельного внутри там коллектива, или ты их где нашел и как собрал? Я их не находил и не собирал. Мы встретились с Васей Танковидовым и с Александром Сергеевичем Кузиным, значит, обсудили, и все, что касается музыкальной части, это все на плечах Василия. Вот. Единственное, мы знакомы хорошо с Валерой Ксенофонтовым, который гитаристом, ни в одном уже спектакле у нас играет. Мы с ним познакомились после Дон Жуана, и там еще несколько спектаклей у него. С другими ребятами мы пересекались где-то, то есть они играли на каких-то спектаклях у нас уже. Но вот полноценное знакомство, можно сказать, произошло вот именно здесь. Спектакли. Нужна живая музыка? Это как бы оправданно? То есть это получается, если даже ты куда-то поедешь, там, на гастроли, допустим, или тебя пригласят на какой-то фестиваль или что-то, то... Без музыкантов никуда. Получается... Они полноценные участники спектакля. Они такие же рассказчики, как и я. Только я воспроизвожу эту историю с помощью голоса, речи и пластики, они производят эту историю с помощью звуков. Они... Я не отдельно от них существую. Это наш общий спектакль. То есть, вот смотри, к чему веду. Вот смотри, допустим, возьмем Олега Белова, у которого много было моноспектаклей в свое время, да, и там по Шикшину, и еще что-то. И он... Это было классно тем, что это вот был чемоданчик, куда он все сложил, взял свою любимую жену Галю, и они поехали кого-то радовать этим делом, да. То есть они были мобильны в этом смысле. И этим, в принципе, большинство людей, которые моноспектакли делают, они оправдывают, да, свое вот это бытие. У тебя получается другая история. То есть это и не массовый спектакль, где множество артистов, партнеров и так далее, но это и не мобильная версия. То есть это вообще какая-то третья, да, штука? Понимаешь, мы не делаем бюджетную версию вот в этом плане, понимаешь, с чемоданом или как приезжают те же московские звезды, там на двух стульчиках играют, и там, я не хочу обсуждать, но у них какие-то свои причины на то, чтобы так поступать. В моем понимании, это должен быть, прежде всего, полноценный спектакль. Это не может быть, ну, в моем понимании, вот эта история красивая, невероятная, она не может играться, во-первых, на двух стульях, так как это музыканты, это, да, это уже не бюджетная версия. Ну, я не знаю, я не думаю о том, чтобы обязательно повезти это на какой-то фестиваль, там, да, что вот мы сейчас сделаем такое, что обязательно куда-то с этим поедем. Я привык решать проблемы по мере их поступления. Возникнет предложение или приглашение съездить на какой-то фестиваль, решаемо все. Тогда мы решим и с ребятами так же, они так же ездят, и они работают в театре Самарт во многих спектаклях, музыканты, и они ездят же с театром Самарт, и с нашим театром так же ездят музыканты, которые... Это все решаемые проблемы. Сейчас об этом думать и сразу такую сезатравочку так далеко делать, нет. Я хочу, чтобы получился прежде всего классный спектакль. Это стоит во главе угла. Творчество, творчество, творчество. Поговорили, да, о музыке, и хочется тоже уделить внимание и музыкантам. Есть еще небольшой фрагмент у нас, без слов, только музыка, но я думаю, что зритель тоже получит некую долю удовлетворения от этого. Давайте смотреть. Творчество, творчество, творчество. Творчество, творчество, творчество. Ты сам по себе тоже довольно музыкальный человек, и ты вот в прошлом году, и бывают случаи, и я слышала, как ты поешь. Все-таки у тебя есть, да, какое-то внутреннее иногда пожелание, вот еще не только речью такой театральной, да, поговорить, но и попеть. Здесь ты в этом спектакле что-то поешь? Есть какие-то фрагменты? Нет, я в этом спектакле, к счастью, или к сожалению, не знаю, уж не пою. Я думаю, что здесь это и не нужно. Тут настолько все, тут настолько хватает музыки, невероятной. Это была, по-моему, первая репетиция, когда вот как раз делали мы эту подсъемку. Это было нечто невероятное, потому что когда, значит, мы уже с Александром Сергеевичем сделали огромную работу, и текст я уже знал, и уже даже вот мы собрались всей командой, и я рассказал этот текст, просто сухой текст рассказывал ребятам, значит, и после чего уже договорились о том, что, значит, будем когда-то совмещать это все с музыкой. И первая репетиция с музыкой была. Ты не представляешь, что со мной было. Это просто, мне изнутри всего меня колбасило просто, я говорить не мог, я забывал текст, потому что настолько это круто было. Я говорю, ребят, если я что-то не вытяну, то я в вас, я точно уверен, потому что это будет точно круто. И я приехал домой, я спать еще не мог несколько часов, потому что меня колбасило от этой музыки. Я говорю, ну, мне 2-3 репетиции, дайте, чтобы просто пережить этот кураж, потому что у меня она взрывает невероятно. Я аж захлебываться начинаю говорить, глаза гореть начинают безумно. Я говорю, мы, это вот, ну, ну, спектакль, потому что я говорю один, но этот спектакль, в котором ребята заняты, у меня есть реплики к ним, у них есть какие-то не только музыкальные, но и какие-то звуки еще, значит, там, придумываем эту историю. Они участвуют полноценно в этой истории, они не так, что поиграли и сели, сидят, носу ковыряют. Они участвуют полноценно во всем, что происходит. Мы простраиваем их реакции на то, что я говорю. Они полноценные участники. Две минуточки у нас остается до конца эфира, но не могу не спросить. Вот смотри, получается, ситуация ты из драмы, Самохвалов там из Самарта, ребята из филармонии, что-то такое. Мы создаем вообще какое-нибудь театральное, актерско-творческое сообщество, которое просто вот, ай, вот с тобой хочу работать, с тобой, с тобой. Вы безумно проницательны, я перешел на «вы». Раскрою еще одну тайну. Сейчас все это оформляется. Значит, я и Александр Амелин, младший, мой большой друг и партнер также по сцене, создали пока еще формально такое творческое объединение в Самаре, как «Мы-театр». У нас название «Мы-театр». И этот спектакль – это первый полноценный проект этого творческого объединения, если хочешь, нового театра в нашем городе. Говоришь, первые будут еще, значит. Будут еще планы у нас грандиозные на самом деле. Я сейчас не буду ничего говорить, слава богу, я об этом проекте ничего не говорил, и спустя два года он все-таки состоялся. На следующий год, осенью, в ноябре, мы планируем еще более беспрецедентный проект. Я пока не буду говорить вообще, что это, как это, но я думаю, что Самара ахнет. И у нас есть еще небольшие перспективы. Все-таки мы хотим со временем найти какое-то помещение, но, опять же, это все будет нестандартно и необычно. Это не будет ни сцена, это не будет ни подвал. Не буду пока ничего раскрывать. У нас есть планы, но пока еще нет никакой материальной базы под это. Планы грандиозные, потому что, несмотря на то, что работы у меня много, далеко не всегда приходится играть. Ты сама из актерской семьи знаешь, не всегда, очень далеко не всегда приходится и получаешь возможность играть то, что ты хочешь. Этот спектакль для меня, это своего рода крик души за последнее время. Для меня он, ну если хочешь, это следующий после Дон Жуана. Даже так? Да, даже так, потому что тот для меня был какой-то безумный этапный спектакль. Да, были еще после этого, спектакль был о мышах и людях, но это все-таки немножко другая уже история. Вот, а этот спектакль для меня, это какой-то еще один шаг познания к профессии, которое уже пришло, потому что я никогда не работал так над текстом. Я никогда не выверял каждое слово, понимаешь, почему и что и для чего я говорю. Остается, к сожалению, буквально прям доля секунды. Я тебя поздравлять пока не буду. Я думаю, ты меня пригласишь на премьеру, я обязательно приду. Вот, 16 ноября, да, если все сложится, если мы все успеем оформить, да. Я думаю, социальные сети, телеканал «Самара ГИС» мы тоже расскажем. Спасибо огромное, что ты пришел. Со зрителями я прощаюсь до следующей пятницы. Проведите выходные с пользой и с удовольствием. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok